Юрий Фёдоров, кандидат исторических наук, профессор Пражского муниципального университета, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, приветствуем вас. Здравствуйте, добрый вечер. Признаться, большой я ваш фанат. И вот впервые мы встретились в эфире, смотрю ваши все включения. Поражаюсь совершенно вашему умению спокойно и рассудительно говорить на такие страшные темы. Поэтому, Юрий Евгеньевич, очень-очень рад. Спасибо вам за такой отзыв. Спасибо, я почтён. Да, мы говорим сегодня о мобилизации, о том, что Путин ещё может сделать, сколько ещё российский режим может набрать живой силы, скажем так. Какой мобилизационный резерв ещё есть и ресурс, Юрий Евгеньевич, у Путина в России? Всё-таки мы уже видим достаточное количество людей, которых они призвали и потеряли в этой войне. И, казалось бы, какое-то общественное возмущение должно возникнуть, пока этого нет. Но вот по вашим оценкам, какой резерв? Сколько ещё можно набирать людей? Ну, формально, формально, вы знаете, в России можно набрать ещё, ну, если брать формальные критерии, это несколько миллионов человек, как минимум. Но ведь вопрос не в том, можно ли согнать такое количество людей в военные лагеря и в казармы. Вопрос в том, как их организовать, как превратить эту толпу совершенно не обученных, не понимающих, что им делать в случае военных действий и так далее. Вот эту толпу людей или каких-то человеческих существ, конечно, можно. Это, ну, российская административная система обладает всеми инструментами насилия и может людей сгонять на что угодно. Но ведь вопрос в том, что это будет абсолютно неэффективное мероприятие. Это, наверное, понимают. Я просто приведу один пример. Для того, чтобы превратить толпу в боевые единицы, нужен командный состав, нужны офицеры. Значит, если вы призываете ещё там 100 тысяч человек, ну, рядовых или сержантов, вам нужно иметь 10 тысяч офицеров. Это статистика. Статистика, как написано в одной известной книге, статистика знает всё. Без командного состава, без офицерского корпуса, армия – это не армия, это беспомощная толпа, которая склонна ко всякого рода криминальным проявлениям. Это достаточно хорошо известно, особенно в России. Так вот, значит, вот один из ограничителей того, с чем сталкивается российская военная система мобилизационная, нехватка офицеров. Офицеры гибнут в войне в Украине примерно в такой же пропорции, как гибнет рядовой состав или там младшие командиры, то есть сержантский корпус. Известно, что безвозвратные потери на начало января, такие были оценки, оценки американские, сразу скажу, они немножко, ну, заметно ниже, чем оценки генерального штаба вооружённых сил Украины, ну, примерно там на 30% меньше. Ну, значит, 200 тысяч безвозвратные потери. Сейчас, конечно, больше. И намного больше. На десятки тысяч больше. Ну, значит, вот какое-то количество из них, значит, это не единицы и не сотни, это тысячи офицеров погибли. Значит, их нужно искать им замену. А откуда эту замену взять? Из военных училищ? Ну, военные училища выпускают, в прошлом году выпустили 14 тысяч молодых лейтенантов. Причём не только в сухопутные войска, которые воюют в Украине, а речь идёт о... Вообще по планам Шойгу нужно увеличить именно сухопутные войска, не там, не ракетные, не военно-морской флота. Нужно увеличить сухопутные войска и воздушно-десантные войска. Вот те самые части и соединения, которые брошены в бой, я даже бы сказал, брошены вот в такую адскую мясорубку в Украине. Значит, вот нужно направить туда. Откуда их брать, офицеров? Непонятно. Берут, призывают офицеров из запаса. Но это мы знаем, что это за офицеры. Это люди, гражданские, кончившие гражданские вузы и окончившие там военную кафедру. Окончившие там лет 5, 6, 10, может быть, 15 тому назад, благополучно забывшие то, чему их учили, если их вообще к чему-то там учили. Потому что то, чему учат на военных кафедрах в гражданских вузах, это абсолютная профанация. Вообще профессионального офицера нужно готовить как минимум 3 года, так, как готовят в военных училищах. На этих трех лет у российской армии нету. И у России нету этих трех лет. Значит, все эти планы наполеоновские, которые Шойгу с Путиным сочиняют, ну, в надежде на то, что Россия все-таки выйдет из войны, не слишком потрепанной и сможет восстановить свои вооруженные силы. Ну, сочиняют. Но эти планы, это просто исписанные листочки бумаги или там отпечатанные на принтере. Ничего общего с реальностью они не имеют. Так что, ну, вот такая ситуация. А что касается того, что нет протестов в России, да, их нету. Ну, такова психология, массовая психология российского обывателя, того, кого называют глубинным народом. Ну, не хотят протестовать, боятся, либо считают, что так оно и должно быть, вот так. Так устроен мир. Люди предназначены для того, чтобы умирать за начальство, если начальство им прикажет. Ну, вот сталкиваемся мы с такой массовой психологией. Удивительно, да, многие, в том числе и я, вот должен признаться, мне казалось, что все-таки в России есть, у населения, у людей есть какой-то инстинкт самосохранения. Оказывается, что этого инстинкта нет. Ну, вот что делать? Вот такой народ. Так воспитали. Для людей, скажем, в Украине, в Грузии, где только что были протесты, на Украине был протест, на Майдане, ну, вот мы это же знаем прекрасно, у людей есть чувство собственного достоинства. Не случайно же назвали революцией достоинства. Ну, а в России нету. Вот такая страна. Вот вы знаете, вы сказали про то, что начальство скажет, что они будут выполнять. Это когда нет выбора, а когда есть, например, выборы, и когда набирают как раз контрактников и контрактников в частную армию. Вот про вагнеровцев хотелось бы добавить информацию. Большинство вагнеровцев заканчиваются шестимесячные военные контракты, поэтому в ближайшее время ЧВК может потерять большую часть наемников из числа завербованных заключенных. Об этом заявляют в Институте изучения войны. Аналитики прогнозируют, что отток осужденных усугубит нехватку кадров в Вагнере, поскольку Кремль заблокировал ЧВК возможность в дальнейшем набирать заключенных. И, судя по всему, Пригожин придерживается обещания освобождать их после шести месяцев службы. Но вот, среди прочего, я хотела вас спросить по поводу незаключенных, по поводу того, что там есть организация совершенно открытая, можно прийти, буклеты почитать и оформиться туда контрактников. Что ведет людей туда, зная прекрасно, во-первых, скандалы, связанные ЧВК с Министерством обороны Российской Федерации, о том, что нету обеспечения, нету боеприпасов, нету ничего. И, видя те огромное количество могил вагнеровцев по всей практически сейчас территории, которые не возвращаются с украинской земли, что мотивирует этих людей идти туда добровольно? Давайте разделим вагнеровцев на две группы. Первая группа — это профессиональные наемники, как их называют в литературе, псы войны. Это люди со специалистами, с такой особой психикой, которым война нравится. Но к тому же за эту войну, за их участие в войне, платят очень хорошие деньги. Несколько тысяч долларов в месяц. Ну, примерно такие цифры называли. Но когда речь идет о службе или там об определенных авантюрах, участие в авантюрах в Африке или в Сирии, ну, там потери у вагнеровцев были сравнительно небольшие, у этих профессиональных наемников. Они действительно хорошо умеют воевать. Это люди, подготовленные, прошедшие огонь, воду и медные трубы в конфликтах. И это, ну, если хотите, так, в кавычках, золотой фонд любой армии. Но они воюют за большие деньги. И вот в этом их и сила, и слабость. А слабость заключается в том, что деньги нужны для того, чтобы ими их тратить, чтобы каким-то образом ими суметь воспользоваться. А для этого нужно остаться в живых. Ну, и желательно с руками, с ногами и с непробитой головой. Поэтому у любого профессионального наемника есть определенный критерий, при котором он готов служить, готов воевать. Но вероятность того, что он погибнет, она невелика. А вот в Украине ситуация совершенно другая для вагнеровцев. И они это уже начали понимать, как я предполагаю. И, соответственно, желающих умереть, даже за большие деньги, ну, понимаете, это как-то противоречит одно другому. Нет, если вас убьют, то, значит, деньгами воспользуется кто-то другой, а не вы. Но такие люди, может быть, и есть, но их немного. Заключенные – это совсем другая категория. Это люди, которые решили, вот, надеются на чудо, вот, выживут они, зато получат там помилование, освобождение от уголовной ответственности. В основном это же люди с очень тяжелыми статьями. И при убийстве, и там тяжелые, тяжелые всякого рода преступления, изнасилования и прочее – это, ну, отморозки. Вот у них есть надежда на чудо. Ну, чудес, вообще-то, бывают, чудеса бывают очень редко, поэтому их убивают в большом количестве. Но, тем не менее, правда, говорят, что в последнее время уже приток желающих умереть в Украине не так, даже лучше в тюрьме отсидеться, чем идти в эту вот тяжелейшую войну в Украине, где вероятность гибели достаточно велика. Ну, вот, я думаю, что вот эти мотивы, они определяют поведение этих людей. Ну, понятно, что заключенные, когда они попадают вот к ВАГ, к Пригожину или в какие-то другие, сейчас ведь говорят о том, что и регулярную армию их будут призывать вот так. Ну, не то чтобы призывать, но вербовать. вербовать в надежде на то, что они решат, что лучше, лучше вот в надежде на то, что они выживут после, там, шести месяцев или года службы. Ну, надежды юношей питают. А я думаю, что эти, в единиц только эти надежды будут, они осуществляться. Еще одно мнение, Юрий Евгеньевич, добавим к нашему разговору. России не удастся собрать полуторамиллионную армию. Просто не найдется столько людей, готовых воевать и умирать, непонятно во имя чего. Это слова Андрея Колесникова. Он старший научный сотрудник фонда Карнеги за Международный мир. По его словам, нынешний подход к формированию вооруженных сил России ущербен и не может серьезно повысить боеспособность армии. Несмотря на то, что власти стремятся всячески скрыть число потерь, гробы, постоянно идущие в российские города из Украины, говорят сами за себя. Да, можно укомплектовать штат людьми, готовыми рисковать головой ради того, чтобы, допустим, расплатиться с долгами или желающими сбежать на фронт от алиментов. Но что они будут делать на фронте? А людей, которые имели бы свежий опыт службы в армии и были маломальски обучены, осталось не так много. Их выгребли ранее. Поэтому все это выглядит, как очередной набор пушечного мяса с тем, чтобы заткнуть телами людей бреши на переднем крае. Андрей Колесников – старший научный сотрудник фонда Карнеги за Международный мир. Ну, собственно, это подтверждение нашей беседы. Юрий Евгеньевич, а вероятность использования иностранных наемников в начале войны и полномасштабного вторжения ходили разговоры о том, что и в Сирии каких-то ветеранов тех войн пытаются привлечь и каких-то близких к Путину идеологически, либо просто желающих много заработать. К этой идее они могут вернуться? К этой идее они, конечно, могут вернуться, но видите, в чем дело. Для того, чтобы использовать наемников с того же Ближнего Востока, тут есть масса всякого рода технических сложностей, ну, помимо всего прочего. Да, наверное, в Африке, на Ближнем Востоке, где народ бедный, ну, в массе своей бедный, найдутся люди, которые за тысячу долларов в месяц или там за тысячу евро в месяц готовы поехать в Россию и воевать. Но, во-первых, это люди, не знающие русского языка. Это раз. А как они будут команды выслушивать? Ну, вот представьте себе, вот приехали, значит, там 100 каких-нибудь людей из глубин Центральной Африки. Они, ну, и по-английски, они, наверное, с английским у них или с французским есть проблемы большие. Значит, к ним нужно, во-первых, представить переводчиков, во-вторых, найти для них тех же самых офицеров, командный состав, который может на их языке изъясняться, или тех, которые знают там хотя бы русский язык. Значит, вот эти сложности, это первое. Второе. Они не понимают, ну, так сказать, вот всей обстановки. Одно дело война на Ближнем Востоке, другое дело война в Украине. К тому же и климат другой, и жизнь по-другому устроена. И куда их девать? Значит, ну, только вот в качестве пушечного мяса бросать в бой на передовую, чтобы их телами там, значит, забрасывать траншеи, окопы, гнать их на штурм, ну, того же Бахмута, где масса, массовая гибель наступающих войск, при том, что это наступление организовано, ну, как это часто бывает в России, это идиотски организовано. Значит, главная цель, ну, взять, добиться там какой-то цели, взять там квартал оккупировать, какой-то занять. Вот ради этого, не разбираясь, особенно в том, как это лучше сделать, вот старшие начальники отдают приказ, команду, вперед и все. Ну, хорошо, значит, там эти наемники будут какое-то время выполнять, или потом поймут на собственном печальном опыте, что их тут убивают, половину убили, а остальная половина, значит, возмутится, ну, бунт поднимет или потребует, чтобы их отпустили. Так что такая идея обсуждалась. Но вот технические проблемы, связанные с отсутствием языка, с незнанием ландшафта, незнанием образа жизни, с невозможностью интегрировать подразделения и части, созданные из вот таких иноязычных, инокультурных наемников в регулярные войска, все это очень быстро похоронило эту идею. Да, какие-то наемники могут быть, но это единицы, причем скорее все-таки из Европы, особенно там из Балкана, или, ну, трудно сказать, из каких стран, ну, наверное, какое-то количество, ну, несколько сот, может быть, пара тысяч найдется, но они не решают проблемы. Их с ними только головная боль, а, в общем, использовать их можно, ну, опять-таки, только в качестве каких-то, вот, заведомо обреченных на гибель людей. Ну, и еще про одну страну, которая сейчас оказывается союзником, союзницей для России. Россия передала Ирану свои разработки в области электронной разведки слежки в обмен на поставки дронов «Камикадзе». Это информация «Уолл-стрит-джорнал». В публикации сказано, что власти Ирана заинтересованы в российских вертолетах, истребителях, в ракетах дальнего радиуса действия. Как сообщает издание, Иран и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в киберсфере еще два года назад. Однако Москва не торопилась передавать Тегерану свои военно-электронные технологии, опасаясь, что они будут выставлены на продажу в Даркнете. Но после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия передала Ирану свои разработки в области слежения за коммуникациями, также приборы для подслушивания детектора лжи. Об этом, обо всем сказано в публикации Wall Street Journal. Юрий Евгеньевич, чем опасно для нас, для Украины, в первую очередь, вот это вот сотрудничество железа в обмен на ракеты, возможно, даже видите, о чем пишет Wall Street Journal? Вот самое опасное заключается в том, что Россия получает, ну вот с одной стороны, парадокс какой-то. Россия вроде бы поставляет в Иран такую высокотехнологичную аппаратуру, там, слежение за протестующими, детектор лжи и так далее. Хотя я так предполагаю, что очень много из этих, из этой аппаратуры, это просто импортированные в Россию и там, или сделанные из импортных компонентов, компонентов, прошу прощения, вот такие устройства. Парадокс, потому что высокотехнологичную продукцию поставляют в Иран, а свои оттуда получают очень примитивные вот эти шахеды, беспилотники шахеды 136. Это же очень простая на самом деле штука, но в России ее сделать не могут почему-то. Ну не хватает чего-то, опыта не хватает. Специалисты разъехались по всему миру, которые могли бы их сделать. Но такова ситуация. Но что опасно для Украины, как я понимаю, это если Иран согласится поставлять в значимом количестве баллистические ракеты. Потому что шахеды, шахеды эти, беспилотники, их в общем в Украине научились сбивать. И эффективность противовоздушной обороны в Украине достаточно велика, когда речь идет об уничтожении вот такого рода беспилотников. Их там достигает 75-80, иногда больше процентов. Это очень высокий процент для противовоздушной обороны. А вот баллистические ракеты, которые Иран готов поставить в Россию, это примитивные довольно ракеты. Ничего там особенного в них нет. Нет, разработки каких-то, в общем, наверное, еще прошлого века. Но если их поставят в большом количестве, то ущерб от них будет большой. Потому что баллистическую ракету с теми комплексами ПВО или ПРО, которые есть в Украине, и которые поставляют западные союзники, баллистические ракеты перехватывать практически невозможно. Ну, вот так вот такова жизнь. Так вот устроены эти комплексы. Ну, по целому, ряду причин технических, которые сейчас, наверное, нет смысла обсуждать. Вот если будут поставки таких ракет, ну, значит, вот это будет очень опасно, потому что это уже серьезные очень потери для гражданского населения, кстати говоря, потому что по военным целям они достаточно бесполезны, эти ракеты. А вот для гражданского населения, для ударов по городам, они очень хорошо приспособлены. В общем, точность у них невелика. Ну, куда попадут, туда попадут. Люди будут гибнуть. Но российскому режиму только это и нужно. Спасибо. Спасибо вам огромное. Благодарим. Да, спасибо вам большое. Напомню, что нашим гостем этого эфира был Юрий Евгеньевич Федоров, кандидат исторических наук, профессор Пражского муниципального университета и военный эксперт.